Деяние апостола Деяние апостола Иногда проповедую в разных церквах, когда день рождения церкви или юбилей церкви. И, как правило, на день рождения, на юбилей церкви вспоминают тот путь, которым церковь прошла 10, 15, 20, 25 лет. Прошла сколько церковь, вспоминают вехи, начало миссий, библейских школ, каких-то служений важных. Вот. Так все здорово. Я вот, когда читаю эту историю, я вот думаю, если бы я писал историю церкви, я бы вот этот случай бы, даже если бы он и был, ну как бы не стал его. Ну, не стал бы его, вот, вот, кстати, день рождения церкви. А теперь вспомним, как у нас несколько людей умерло на собрании. Ну, умерло и умерло. Старейшины знают, зачем всем это рассказывать, да? Или, например, когда юбилей какого-то человека, ведь во время юбилея, во время праздника, ведь не вспоминают все истории из его жизни. Иначе праздник можно вообще испортить. Вспоминают только интересные и радостные события, правда же, да? Зачем это Лука написал? Ну, вспомнил, вспомнил. Они бы там еще помнили первое поколение. До второго бы поколения верующих бы там слухи доходили. Третье там кое-что вроде знает, вроде не знает. А мы бы вообще об этом уже никто ничего не знал бы, правда же? Но я думаю, это, конечно же, не случайно. Эта история оказалась в Новом Завете частью книги Деяния. Первый стих, пятая глава. «Некоторый же муж именем Анания с женой своей Цапфирую, продав имение, утаил из цены, сведомость и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению, и вынеся похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее. Кстати, жена приходит, а муж умер. Вот ситуация. О чем бы сегодня все думали? О чем бы думали люди? Вот жена приходит в церковь, а муж умер, а она еще не знает. Да, как бы мягонько так, осторожненько ей сообщить. Так же? А они решили, а проверим-ка и ее. Петр же спросил ее. Скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это вы согласились вы искусить духа Господня? Вот входит в двери погребавший мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и спустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и вынесли, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Вот я думаю, ни одного у меня. Вот мы читаем книгу деяний. И знаете там? Этапы великого пути. И вот там покаялось три тысячи, там пять тысяч. Тут дух святой сошел. Там на язычников сошел. Тут там что-то произошло, там что-то произошло. Там он что-то открыл, там кого-то исселил, там кого-то обличил. Вот просто грандиозное что-то. И вдруг вот мы словно в пятой голове как будто спотыкаемся об эту историю. И нам как-то так непонятно. Потому что, ну, прямо скажем, тут не какое-то великое злодеяние. Вот мы читаем, что в церкви в Каринфе там такие грехи были, что там кто-то спал с женой своего отца и еще этим хвалился в церкви. То есть там не просто были какие-то сексуальные грехи, а прямо какие-то извращения были. И ничего, как-то мы не читаем, что сплошные смерти были. Но если бы речь шла об убийстве, ну, какое-то страшное там, сирот без денег оставил, или еще что-то, ну, какое-то вот, что-то такое, ну, ужасающее. А тут такое ощущение, что наказание несопоставимо с преступлением. У вас не бывало такого вот ощущения, да? А к тому же у нас где-то все время есть мысли о том, что мы же живем под благодатью, мы несовершенны. Где же в этом случае благодать была? Мы, драгоценные, верим, что это не просто люди написали, но Дух Божий побудил апостолов, евангелистов написать нам вот то, что теперь составляет Новый Завет. И все, что написано в деяниях апостолов, это не просто рассказ о Первой Церкви, но некая модель примера для нас. И то, что мы с вами читаем о Первой Церкви в Иерусалиме, мы не просто читаем, а вот у них так было. Нет, для нас это некий пример. Например, они были все время в учении апостолов, и мы понимаем о важности пребывать в Божьем Слове. Они постоянно пребывали в молитвах, и мы понимаем, что да, Дом Божий – это дом молитвы, и мы должны искать Его лица, и мы должны молиться. Мы читаем, что да, Евангелие должно быть проповедано везде, и мы видим, как Первая Церковь проповедовала Евангелие везде. Но при всем при том, они еще собирались, написано, по домам, разделяя пищу, да, то есть у них было и общение такое, это не просто были такие большие конференции, где все съезжались, разъезжались и жили отдельными жизнями. Нет, это была община, это была действительно большая семья. И получается, эта история, это тоже не просто вот, а вот у них там такое случилось, но это урок не только для Иерусалимской Церкви, но для всех будущих поколений христиан, в том числе и для нас с вами. И поскольку это так подчеркнуто, и этому немало уделено здесь в деяниях места, это очень важно. Что же там такое произошло, драгоценное? Что же там такое случилось? Мы видим, что в Первой Церкви Дух Святой настолько касался людей, и люди переживали великую радость, их сердца раскрывались, и они готовы были вот все, что у них есть, пожертвовать. Когда Бог касается, мы готовы все отдать, правда же? И вот в Первой Церкви были люди, у которых было имение, были земли, которые им достались от предков, какие-то из поколения в поколение передавались. И люди приходили в церковь и говорили, вот мы хотим наше наследство, нашу землю отдать в Первую Церковь. И они приносили, продавали то, что у них было, и приносили сумму, за которую они продали, к ногам апостолов. И мы сами с вами можем представить себе, вот представь себе, вот люди, среди нас есть люди, которые вот тут, вот все пожертвовали, а они пожертвовали. Все что-то положили в сокровищницу, а они просто вложение сделали настоящее. Как к таким людям относятся? Вот которые вот дают, жертвуют. К ним относятся соответственно, с глубоким уважением, потому что у всех людей есть вера, а это просто герои веры. Они очень много дают, очень много жертвуют. И вот мы видим, в Первой Церкви были Анания и Сапфира, которые видели, какое отношение в Церкви к тем, кто в действительности всего себя отдает, все, что имеет, отдает. Насколько вокруг этих людей уважение, авторитет. Это в действительности, когда кто-то много трудится, кто-то много что-то делает, жертвует. Ну, да, вокруг этих людей атмосфера определенная. К ним с уважением относятся. А мы так хотим, чтобы к нам относились с уважением. Мы так хотим, чтобы то, что мы имеем, то, что мы говорим, звучало бы авторитетно. Чтобы все сказали, это кто сказал? Это тот брат сказал. «А, он так впустую брехать не будет». Это такой брат сказал. То есть, вот этот авторитет. И что они решили сделать, мы видим? Они пошли, продали свое имение, но они не готовы были отдать все. Не готовы были отдать все. Они отдали, но отдали часть. Остальное оставили себе. А сказали, как будто это было все. И кажется, ну, что здесь вот такого в этой истории? Что здесь, ну, да, нехорошо, да, некрасиво, да, обманули. Но ведь на земле и похлеще злодеяния творятся. И более того, я подчеркнул, и в первой церкви, в том же самой, в Каринской церкви, уж там были и похлеще грехи у людей. И как-то ничего обходилось. Что же здесь такое? Вы знаете, я вот не так давно, когда перечитывал книгу «Деяния апостолов», я вот наткнулся на это место Писания. Вот, ну, прямо скажу, ну, не самое мое любимое в Новом Завете это место Писания, вот эта история, да. И как бы снова ее пережил, думаю, «Боже, ну вот почему? Сколько всего происходит? Почему? Словно как бы Духство мне сказал, что весь Новый Завет прежде всего предупреждает нас об одной опасности. Весь Новый Завет. Смотрите, Иисуса Христа окружали там и мытари, и блудницы, там и лихаимцы, наверное, бывшие убийцы. И он с ними со всеми имел довольно доброжелательное общение. Со всеми. Так что его даже называли друг мытарем и грешницам, да? Но была категория людей, с которой Иисус Христос был непримиримей всего. Кто это были? Книжники и фарисеи. И вот посмотрите, давайте вот из Деяния в Евангелии пойдем. И в Евангелии от Марка. Просто очень характерная история. Евангелие от Марка. 12 глава. Смотрите, 38 стих. «И говорил им Иисус в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршество. Сии поедающие дома вдов и напоказ долго молящиеся примут тягчайшее осуждение». Посмотрите, Иисус здесь сказал про людей, не про убийц, не про каких-то там страшных еретиков. Он сказал про тех, кто в чем-то был религиозным примером для общества того времени. Он говорит, посмотрите, вот люди, вот с одной стороны, когда человек проходит какой-то путь, когда в его жизни есть трудности и он их достойно преодолевает, то невольно в глазах окружающих такой человек приобретает авторитет. И когда ты слышишь вот слово такого человека, ты понимаешь, это слово не пустое. Он не просто говорит о том, как преодолевать трудности, он сам их преодолел в своей жизни и он говорит это как нечто прожитое, как слово, ставшее плотью. И люди, которые через что-то проходят, чья верность видна в служении, в семейной жизни, вольно или невольно приобретают авторитет. И их слова приобретают вес. И это совершенно нормально, это совершенно естественно. Но грех делает то, что люди не хотят идти путем, не хотят преодолевать вот эти трудности, но они хотят иметь авторитет и хотят, чтобы их слово имело вес. Что сделать? Играть. И вот фарисеи и книжники были те, которые играли. Они играли в молитву. Они как раз молились так долго и на показ, как будто молитва это не общение с Богом, а попытка повлиять на людей своей такой духовностью. Когда они постились, всем было видно по их лицам, что они постятся, как им тяжело. Не первый день братья ходят в посте. То есть для них внешнее было намного это более важно, чем внутреннее. Да, внутри этого не было, но внешне они создавали иллюзию, что есть. У них не было глубинных отношений с Богом, но иллюзия была, что это самые богобоязненные люди. Да, у них не было этих духовных переживаний, но впечатления, что были. им так нравилось быть значимыми, им так нравилось быть авторитетными. В принципе, для людей, которые хотят быть значимыми, хотят быть авторитетными, есть там чиновничьи места, пожалуйста, ничего из себя не представляя, будь значимый, будь авторитетным. Это, конечно, печально, но это этот мир. Но когда такие люди пытаются получить авторитет в церкви, в Доме Божьем, да, в народе Божьем, это и есть фарисейство. Иисус поэтому и предупреждает своих учеников «берегитесь закваски фарисейские». Вот, с одной стороны, это естественно вроде, да, хотеть быть уважаемым, но с другой стороны, важно не то, что ты уважаем, а то, какой ценой. Стоит ли за этим уважением твоя жизнь или стоит за этим твои амбиции, желания, чтобы меня уважали? Но ведь себя-то не обманешь, ты же понимаешь, что это все не настоящее. Ты же понимаешь, что ушли люди и молитва закончилась. Пришли люди, молитва началась. Ты для людей молишься, а не для Бога. И у нас точно так же вот это бывает. Вот знаете, вот, надо, вот мы верующие, вот надо, да, вот. И бывает даже раз, там, не взял с собой кошелек, да, вот идет, идет пожертвование, идет вот, наш мешок с пожертвованием, да, и ты, и тут верующие все тебя знают, и как, тут ничего не пожертвуешь, а скажешь, это же верующий, мы же его знаем, а он не пожертвовал, и ты, как бы, делаешь все, что ты берешь деньги, и вот так вот, кладешь, ну там ничего нет, но зато ты на виду, что ты пожертвовал. Сохрани, Господь, твою жизнь. Или вот примеров же много можно привести, да? Как вот мы стараемся вот на показ что-то сделать, вот на показ. А если у тебя есть, что там пожертвовать, там, положим, и это не 10 рублей, а может быть тысяча, и ты принес, и ты так уже достаешь, и так. А если 5 тысяч у тебя с собой пожертвовать, ты принес, например, десятину, да? То ты вообще достаешь с достоинством. Вот понимаете, то есть ты, настолько мы вот любим производить эффект друг на друга. А Священное Писание нас учит, что все тайное становится явным. Важно, что изнутри идет, вот что внутри, оно важно. А для нас важно, что снаружи. Как вот с уважением, вот это вот такой брат духовный. Вот то, что Иисус здесь говорит. Любят в таких одеждах ходить, принимать приветствия в народных собраниях, на важных местах, на первых везде возлежать, да? На показ долго молятся, да? И что Иисус говорит? И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. И вот смотрите, вот эту историю про бедную вдову, мы читаем сразу же после обличения Иисуса, книжников и фарисеев, которые любят принимать уважение, быть на первых местах, на показ долгом молиться. И вот словно вот всем этим, а эти люди были авторитетные, это были духовные авторитеты, он противопоставляет словно вот эту бедную вдову, которая не сделала ничего, что привело бы народ в изумление. Ну кого изумят две лепты? Мизер. Никого такой суммы не впечатлить. Но Иисус показывает, есть вещи, которые, может быть, не впечатляют людей, но они очень впечатляют Бога. А есть вещи, которые впечатляют людей, но в глазах Бога это величайшее осуждение. Так здесь написано. Примут великое осуждение такие люди. Я думаю, драгоценные, абсолютно, что вот эта история про Ананию и Сапфиру, вот это недавно буквально мне как будто открылось, это продолжение все той же самой старой истории с фарисеями. И не случайно в первых же главах деяния Дух Божий вдохновил Луку написать эту историю. Это как бы некое предостережение от ложных духовных авторитетов. Потому что и тогда, и сегодня немало людей, которые пытаются в Церкви Божьей завоевать авторитет, завоевать уважение, но на пустом, на пустом. Разница только в том, что вот эти погибли, чтобы преподнести нам, я думаю, вся особенность Анании и Сапфиры, они просто показательны. Чтобы запомнили мы хорошо. Да как вот Адам и Ева. Ведь в их грехе не было же ничего суперского. Он просто был первым, показательным грехом. Точно так же и Анания и Сапфира. Вот что-то в этом есть нечто показательное. Бог говорит, ну посмотрите, всегда будут люди, которые будут пытаться взять авторитет ложью. Когда декларируется одно, а на деле все несколько иначе. И тут мы видим целый огромный христианский мир, и такие евангелисты, которых там тысячи людей каются. Церкви как-то не растут, люди не ходят, но покаявшихся тысячи и тысячи. Это что за евангелисты такие? Или исцеление, там пачками люди исцеляются. Когда начинаешь разбираться, там не то, что не исцеляются пачками, там вообще никто не исцеляется. Когда начинаешь эти все вещи разбирать, начинаешь все это... Ну смотришь, как вот на этом дутом, на этих дутых чудесах, на этих дутых покаяниях, огромное количество авторитетных. Я думаю, именно об этом нас Бог и предупреждает в пятой главе деяния апостолов. Он нам стремится показывать. Посмотрите, ну как русская народная погворка, не все то золото, что блестит, не вся та жертва, что таковой выглядит, не все то посвящение Богу, что может так красиво звучит. Смотри всегда, что стоит за этим, что стоит за этим. Не покупайтесь вот на эти дешевые вещи. Не покупайтесь. Потому что есть люди, у которых просто цель быть значимыми, быть великими, быть авторитетными, быть уважаемыми. И ради этого идут на все. На ложь, на подлог, на обман, на все, что, на все, что угодно. И это просто великое предостережение для нас с вами вот от этих искусственных, ненастоящих авторитетов. Потому что вот представьте себе, а вот каково было бы вот эту историю всегда, если бы никто не умер, никто ничего бы не узнал. Анания жив, Сапфира жива, продолжают ходить в церковь, но все шепчутся. О, это те, это та великая семья, которая просто вот все продала, отдала, к ногам апостолов принесла. Вау, это наши герои, это герои веры, это наши жертвенные люди. О, мы должны всех учиться по священию у таких. И наверняка они шли бы, краем уха слышали бы вот эти все разговорчики о себе и так с достоинством, ну да, что есть, то есть. Стараемся как-то, да? Ведь эти же истории, они постоянно повторяются. Просто не так все драматично, как в этой пятой главе. Тайное остается тайным и не проявляет себя. И Дух Божий учит нас через эту историю, драгоценные. Не клюйте вот на эти красивые часто слова или яркие рассказы. Всегда старайтесь доходить до сути самой. Всегда смотрите, что стоит вот за этими красивыми оболочками, за этими жертвенными ананиями, за этими посвященными сапфирами. Потому что люди, для которых вот этот внешний авторитет и уважение важнее внутренней вот этой духовной жизни настоящей, они просто актеры. Они просто красиво играют, но за этим ничего не стоит. Такими были фарисеи, такими были все религиозные люди. Бог, Он словно предупреждает нас с вами. И вот посмотрите, во втором послании Коринфянам, можно, чтобы прошли на органе, кто играет? Второе послание Коринфянам, 12 глава, апостол Павел в 6 стихе пишет о себе так, вот о том, что могу ли я чем-то хвалиться. И он говорит такие удивительные слова. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Апостолу Павлу было чем похвалиться. Было, что рассказать про свое служение. Но, продолжает Павел, я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. В современном переводе так сказано, даже если бы я и хотел хвалиться, это было бы разумно, потому что я бы говорил правду. Но я не буду этого делать, чтобы никто не подумал, что я хочу казаться значительнее, чем представляюсь людям, когда они меня видят или слышат. Вот, в действительности, люди на этой земле хотят казаться как можно более значительными. Павел говорит, у меня нет этого желания. У меня нет желания казаться более значительным, более авторитетным, потому что в этом проявляется Божий характер. Посмотрите, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. С одной стороны мы видим величайшую жертвенность небес, с другой стороны мы понимаем, чего это стоило, чего это стоило небесному Небесному Отцу. И каково было бы, если бы видимо Он сказал, хорошо, я отдаю Своего Сына к Иисусу Христа, а Сам бы не отдал Его. И как бы вроде бы видимо все красиво, а на самом деле никакого спасения нет. И у нас с вами не было бы никакой надежды. Такое драгоценное, когда мы смотрим на характер нашего Бога, мы понимаем, что для Бога намного более важно, что стоит за этим, стоит ли за этим любовь. Вот за всем, что мы делаем, за жертвой Христа стояла любовь Небес, стояла любовь Отца. Бог так возлюбил мир, что отдал. То есть все это шло изнутри. Когда мы с вами что-то делаем, идет ли это изнутри, движим ли это любовью, или мы мотивируем и другим быть более значительными, быть более как-то уважаемыми. И что интересно, людей то мы обмануть можем, но себя и Бога мы не обманем. когда мы живем и точнее стараемся показать одну жизнь, а в реальности живем другой жизнью, вот это раздвоенность, она прежде всего нас самих же с вами угнетает. Насколько важно, может быть немного, но настоящее, потому потому что даже немногое, даже две лепты, но которые даются изнутри, это самая большая жертва, которую отмечает Иисус Христос. И в принципе вот и Евангелие, и книга Деяния, она учит нас заботись не столько о том, кто что подумает, кто что скажет. Не сильно переживайте, как вы даже будете выглядеть, потому что очень часто люди этого мира с восхищением отзываются о том, что ничего не стоит. Пшик, деланные кумиры, дутые авторитеты, да весь мир наполнен вот этими дутыми кумирами, деланными авторитетами, часто люди обсуждают чьи-то жизни, да они даже не стоят того, чтобы их обсуждать, ничего особенного в этих жизнях нет, кроме пиара, кроме известности, публичности, ничего нет. Но есть люди, о которых может быть никто не знает, вот как эта бедная вдова, но чьи сердца и чьи жизни действительно драгоценны в глазах, в глазах Господа. Поэтому Писание говорит, не переживайте, кто что о вас подумает, ведь даже о самом нашем Господе Иисусе Христе сколько было негативных разговоров, что чего там доброго, может быть из Назарета, да мы знаем, из Назарета одни самозванцы, и этот ничем не лучше. Да и казнен наш с вами Господь был как самый отъявленный преступник, одной из самых ужасных казней. Но правда Божья всегда восходит однажды. Все тайное, как бы не было много вокруг лжи, все равно проявляет себя, правда проявляет себя. И поэтому сегодня миллионы людей поклоняются царю царей и Господу господствующим. Хотя мы видим, что в то время репутация у него в Израиле была не самой лучшей. И наоборот, те, кто часто пытаются сделать все, чтобы иметь великую репутацию, авторитет и уважение, в конце концов, и тут все тайное становится явным и проявляет себя однажды. Поэтому заботься не о том, кто что говорит, а мы об этом так часто переживаем. А почему он так про меня подумал? А почему они так про меня сказали? А вот почему там эти так? Я же ведь это не хотел. Да не переживайте. Люди все время что-то говорят, все время что-то рассказывают, все время сплетничают, все время не переживайте. Переживай только об одном, как ты выглядишь пред Богом, как твой путь выглядит пред Богом. Вы знаете, вот я об этом хотел бы говорить на самом последнем собрании вот этого уходящего года, насколько наша жизнь с вами славит Бога. посмотри на путь, которым ты прошел через весь этот год уходящий сейчас. Были какие-то события, которые возможно тебе даже неприятно вспоминать. Было что-то, чем ты гордишься. И вот в конце каждого уходящего года важно делать такую ревизию своей жизни, что бы я хотел взять, а чего я хочу оставить в этом уходящем году, что мне нужно, чтобы идти дальше, а что меня просто тормозит мое движение, мой рост и мое развитие. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы пред лицом Божьим. И подумайте, насколько в этом уходящем году в нас было много вот этих ананий и цапфир. Как часто мы пытались выдать желаемое за действительное, изображать то, чего на самом деле нет, чтобы люди о нас лучше думали, чтобы мы были в их глазах более авторитетными. и возможно да, мы и добиваемся этим, а нас лучше думают, мы кажемся более авторитетными, но никакого веса в глазах Божьих это нам не дает. наше служение на показ, слова на показ, наши молитвы на показ. Эти ложные авторитеты, ложные ценности, ложное уважение, не настоящее, это все не на не настоящее. поэтому для меня история об Анании и Сапфире это не просто какое-то событие, а это такой же урок, как и пребывание Первой Церкви в молитве, в молитвах, в изучении Писания, в общении, в преломлении по домам хлеба. Одна из важнейших вещей правильная ориентиры, не пускать пыль в глаза, не изображать то, чего нет, а быть настоящим. К сожалению, из века в век Анании и Сапфир в Церкви становилось все больше и больше. они не умирают сегодня. Они сегодня в авторитете в христианском мире. И я это не говорю для того, чтобы мы их кого-то осуждали, Бог им судья. Я это говорю для того, чтобы мы сами не стали Анании и Сапфирой. Вот. Бог разберется с Ананиями и Сапфирами, но главное, чтобы мы не стали такими людьми. Мы не стали теми, кто изображают, пытаются ради авторитета опускать какую-то внешнюю важность. Уклоняются от простоты во Христе Иисусе. И получают славу от людей, а славы Божьей не ищут. Потому что слава Божья ищется не ложью, а правдой. Не театральностью, а настоящестью. Когда мы делаем, может быть, что-то неброское, но делаем изнутри. И возможно, один Бог знает, чего это для нас стоит, что это для нас значит. Но даже когда люди не обращают внимания на две лепты, им кажется это чем-то незначимым, неважным, Иисус всегда обращает внимание на это. Ему нужно настоящее, настоящее. Всемогущий Господь, коснись наших сердец на этом последнем уходящем собрании. Говори к нам, Дух Святой. Мы не хотим играть перед тобой, мы не хотим играть перед людьми, мы не хотим фальшивого авторитета. мы не хотим ложного уважения, незаслуженного. Мы знаем, что настоящие поклонники поклоняются тебе в духе и в истине. И мы хотим быть такими поклонниками. Когда мы попираем истину, мы никогда не сможем поклониться в духе, потому что это связано. Дух и истина, жизнь и сердце. И я молю тебя, Господь, очищай нас. Если что-то было фальшивое в нашей жизни в этом прошлом году, очисти нас, очисти, убери из нас этих ананью сапфирой, Господь, чтобы мы прежде всего ходили не перед людьми, а пред Тобою, который знает все. Мы хотим, Господь, чтобы наше сердце было чистым и искренним, Господь. спасибо Тебе, Боже, за Твою любовь, за Твою благодать, за Твою радость и мир. И я молю, мой Бог, чтобы мы оставили всякую фальшь в этом уходящем году и вошли в Новый год с новыми мыслями, с новым обновленным, освеженным духом, с новыми мечтами, целями, планами, Господь, которые бы прославляли Тебя, а не подпитывали наш эгоизм. Спасибо Тебе, Господь, за Духа Святого. Спасибо Тебе за милость, что мы сегодня не умираем, как Анания и Цапфира, но они были уроком, предостережением для нас не идти этим путем, путем фарисеев, книжников, путем фальшивой духовности. и ложного уважения. Я молю, чтобы мы не шли этой дорогой. Пускай у нас будут две лепты, но настоящие, немного, но с правдой, потому что это всегда ценно и дорого в Твоих очах, Господи. Очищай нас, омывай, Господь. Возьми руку ближнего, давайте помолимся друг за друга. Спасибо Тебе, Господь, за весь путь, которым Ты вел нас в 2019 году. Спасибо Тебе за каждый месяц этого уходящего года. спасибо Тебе за уроки. Некоторые были болезненными, но я молю, чтобы мы извлекали драгоценное из всего. Научались, Господь, от Тебя, чтобы Новый год был действительно Новым годом, чтобы было больше славы в Новом году, больше благодати, больше радости, больше благословений, больше побед, больше мира, больше любви, больше жизни в нас, в наших семьях, в нашей церкви, Господь. Благослови, благослови, благослови. И я молю, чтобы мы, наша церковь, училась у первой апостольской церкви, и тому, как пребывать в Слове Божьем, в учении Библии, и молитве, непрестанной молитве, молитве, соединяющей сердце наше с небесами, и общению домашним группам, преломлению хлеба, Господь, и так же, Господь, мы учились у первой церкви, не иметь ложных авторитетов, не лицемерить, не играть перед людьми, а жить перед Богом, ходить перед Богом, как в Иенах, как святые Библии. Боже, благослови нас, благослови, Господь, благослови. Если, Боже, мы о чем-то мечтали, думали, планировали, но это не произошло в этом году, Боже, покажи нам, что мы должны изменить в своей жизни, очистить, чтобы в новом году, Боже, прийти к этим целям и достичь того, чего не смогли в этом. Покажи, мой Бог, в чем причины были, спасибо Тебе за мудрость, за предостережение, за то, что Ты исправляешь нас. Спасибо Тебе, Господь, за Твою благодать, очищай нас, очищай церковь, чтобы среди нас была правда, истина, чтобы мы были открыты друг для друга и были настоящими друг перед другом, не искали славу от людей, но искали славы Божьей, не ходили пред людьми, но ходили пред Тобой. Ты видишь, Господь, все. Ты видишь и ложную славу, Ты видишь и незаметные две лепты. Я молю Тебя, Божий, благослови нас уподобляться вот этой вдове, которая по-настоящему дает, а не книжникам и фарисеям, которые фальшиво служат. Спасибо Тебе, Боже, все тайное становится явным. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Хвала Тебе, Иисус. 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 Пускай, Господь, эта история про Ананию и Сапфиру будет предостережением для каждого из нас, тем уроком, из-за которого эта история и помещена в Новый Завет, уроком-предостережением. Благослови, Господь, чтобы мы выучили этот урок, мы сдали этот экзамен. Благослови, Божие. Слава Тебе, честь и хвала. Слава Тебе, честь и хвала, Господь. Слава Тебе, честь и хвала.